Внимание членов общественной палаты обращено на дошкольные учреждения. Именно с детского сада, считают общественники, начинаются большие свершения. Пока с садами связаны только проблемы. Родители не уверены в том, что их чадо не просто коротают время, пока взрослые на работе, а развиваются, приобретают новые навыки и учатся вести себя в социуме. Опрос, проведенный на сайте общественной палаты, подтвердил, родители недовольны работой дошкольных учреждений. Треть опрошенных примерно на 30% озабочены уровнем профессионализма воспитателей. 23% респондентов считают слабым звеном личное отношение воспитателей к детям. И родители беспокоят недостаточную оснащенность дошкольных учреждений мебелью и инвентарем и неинтересные программы для детей именно в период пребывания в детском саду. Ну и на последнем месте стоит качество детского питания. Причина банальна. Даже самый талантливый педагог, вооруженный сотней образовательных методик, не в силах дать знания всем 25 ребятам. Группы в садах переполнены. Нужно создавать новые, брать на работу еще педагогов и требовать с них не только присмотра за детьми, но и их развития. Юлия Портнова отметила, что серьезным изменениям должна подвергнуться политика властей. Больше времени нужно уделять развитию дошкольного образования. Первым звоночком о том, что не все гладко, служит факт – в городе всего один частный детский сад. А значит, предприниматели не видят перспектив у этого рода деятельности. На сегодняшний день охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет составил в регионе более 80%. Что выше среднероссийского показателя – 66%. В области проводится работа по повышению заработной платы педагогических работников дошкольного образования. В системе дошкольного образования снижается количество вакансий воспитателей с 300 в 2012 до 100 в 2013. Также общественники считают необходимым возродить ясельные группы. Добавим, в общественной палате произошли кадровые перестановки. В связи с переходом на госслужбу кресло покинула Елена Лапшина. Другой представитель общественности, предприниматель Владимир Власов, пошел на повышение и занял место в Федеральной общественной палате.